МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Елена Николаевна, поздравляю вас с датой. Расскажите, мне и нашим телезрителям, думаю, будет интересно, что на сегодняшний день представляет в Севастополе отделение Русского географического общества. Севастопольское городское отделение Русского географического общества является одним из 85 таких же отделений по всей России. Мы создались в 2014 году, и с тех пор численный состав нашего отделения превышает сейчас 300 человек. Активность севастопольцев, нужно отметить, что по сравнению с другими городами, просто несравнима. Если говорить о некоторых сибирских отделениях, у них там 25, 30, 70 человек. Но и по России есть тоже такие отделения, которые не превышают 100-150 человек. Причем большие, крупные области у нас в этом отношении немножко активнее. Основное число – это, как я понимаю, научные сотрудники все-таки или обычные граждане? Какой состав? Расскажите. У нас, если так пропорционально оценить, это, наверное, процентов 30 научных сотрудников, процентов 15 студентов, процентов 20 – это офицеры, вышедшие в отставку. У нас работают военнослужащие, в основном офицерский состав Черноморского флота. Вот они у нас не так давно, где-то около года, но стали достаточно активно приходить, записываться в отделение и приносят пользу. Елена Николаевна, у нас есть небольшой видеоматериал, вкратце рассказывающий о работе и происхождении вообще вашей организации. Давайте посмотрим. Одно из таких географических обществ мира возникло во времена правления императора Николая I. Его создали по инициативе графа Федора Литки, чтобы собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. К этому делу приобщились знаменитые мореплаватели-адмиралы Иван Крузенштерн и Фердинанд Врангель, а также члены Петербургской академии наук, астрономы и выдающиеся геологи страны. Исследования Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи и других территорий. Русское географическое общество Изначально финансировало Русское географическое общество государство, выделяя по 10 тысяч рублей в год. Также значительный вклад вносили меценаты. В настоящее время отделение организации есть во всех субъектах Российской Федерации. В архивах миллионы научных исследований, книг, журналов, программ и предметов, которые представляют историческую ценность. С целью повышения интереса к проектам в области национальной географии, экологии, сохранения природного и историко-культурного наследия России, учреждена ежегодная премия. В 2010 году попечительский совет организации возглавил Владимир Путин. Важно сделать особые акценты на изучении природного наследия России, вопросах экологии, рационального природопользования, охране редких видов животных и растений. Кстати, в части природоохраны замечу, что экологические проекты РГО охватывают главным образом Дальний Восток и Арктику, что, собственно говоря, понятно. На этих территориях расположено много уникальных ландшафтных комплексов, которым нет аналогов в мире. Кроме того, в этих регионах есть и масштабные планы хозяйственной деятельности. А приступить к реализации этих планов, об этом мы тоже упоминали неоднократно, можно лишь внимательно просчитав все экологические риски. Однако не меньшего внимания заслуживает и центральная Россия. Здесь также важно создавать заповедники и восстанавливать популяции животных. За всю свою деятельность РГО награждено большими и малыми медалями, а также премиями имени Жуковского, Пржевальского, Дежнёва и другими. Воистину впечатляющий размах работ, которые ведутся по всей России в вашей организации. Елена Николаевна, какие последние работы проведены были непосредственно вами и вашими сотрудниками? — Если говорить о нашей деятельности, то мы размахнулись очень широко. И получается, что если перечислять, включая даже мелкие дела и задачи, которыми отчитываются многие другие региональные отделения, то я остановлюсь только на более крупных. — Вот сейчас во Дворце детства и юношества проходит выставка, посвященная 170-летию Миклуха Маклая. Очень интересная выставка. Она у нас составлена преимущественно на экспонатах, которые нам передал музей Миклуха Маклая, который располагался в Каче. Вот. Теперь нам этот музей передали в дар. Мы его выставили во Дворце детства и юношества. Выставка будет работать до 10 сентября. Затем, такими крупными мероприятиями этого года у нас, как вот в ролике нам показали, что среди российские военные преимущественно они занимались и делали великие географические открытия. И мы решили не прерывать такую традицию. Мы тесно взаимодействуем с Черноморским флотом. И вот вместе с ними мы провели исследовательскую экспедицию на гидрографическом судне «Донузлав», обследуя северо-западную часть Черного моря. Мы дружим с Черноморским высшим военно-морским училищем имени Нахимова. С ними на их яхтах мы тоже совершили исследовательские экспедиции в западной части, недалеко от Севастополя на запад и на юг в сторону мыса Херсонес. Тоже таких измерений давно не проводилось, и мы получили новые материалы. Недавно 14 человек, членов нашего отделения, вернулись из экспедиции по Байкалу. Они привезли с собой массу впечатлений. Я думаю, что какую-то передачу мы посвятим их рассказам и презентациям. Затем, наверное, еще можно остановиться на экспедиционных исследованиях наших археологов. И опять же мы стремимся к консолидации организаций, учреждений. И вот сейчас у нас член нашего отделения. Это сотрудник Института Востоковедения, археолог Виктор Лебединский. И вот в сотрудничестве с этим институтом, плюс Институт Севастопольский государственный гуманитарный университет, там они тоже являются членами нашего отделения, плюс спортивный клуб Черномовского флота. Вот совместные археологические обследования сейчас проводятся в Севастопольской бухте. Найдены два затонувших объекта. Отмеделено в какой эпохе? Да, один из них это затонувший парусник времен Крымской войны, прямо недалеко от Константинской батареи, здесь на внутреннем рейде. А второй где-то метрах в 350 от памятника затопленным кораблям. Это металлическое клепанное судно. И предполагается, что оно затонуло во время Великой Отечественной войны. Вот такие первоначальные обследования проведены. Но дальше будем думать, как... Вернее, обследования проведены только с помощью локатора бокового обзора. Выяснено, что действительно эти суда располагаются одно на 18 метрах, второе на 20. Погружение специалистов сейчас дальше планируется? Вот планируется хотя бы обследовать по возможности. Ну, они сильно заилены. Там нужно было... Ну, особенно деревянное судно, мне кажется. Не всегда их же можно поднять в силу их. Да, потому что там консервация дерева сложно поддается. Так же слышал, касаемо вот клуба, вот для детей организованного в силу вашей организации. Да, вот всех волнует сейчас не только нас, севастопольцев, но и всю страну низкий уровень географического образования школьников. И понятно, что при одном часе в неделю требовать от детей каких-то знаний в области географии не приходится. И вот проведенный в конце прошлого года диктант показал, что дети не знают, где располагается река Волга, и отвечают, что это одна из полноводных рек Сибири. Они не знают вулканов Дальнего Востока, говорят, что там Везувия располагается. То есть вот, когда доходит до такого, просто плакать хочется. И ясно, что нужно какие-то меры предпринимать для того, чтобы выйти из этого сложного положения. Хотя бы в неклассные занятия. Да, в неклассные занятия. И вот, я считаю, это наша победа небольшая. Принято решение о том, что во дворце пионеров, бывшем во дворе с детства и юношества, там будет открыт кружок, будет называться он «Клуб путешественников». Это будет совместный клуб образовательной структуры и русского географического общества. Мы будем помогать. То есть ваши сотрудники даже будут там проводить какие-то занятия совместно с работниками центра? Да, мы будем по очереди участвовать в этих занятиях. И тем более, что мы не просто можем... Среди нас тоже есть много путешественников, людей, которые принимали участие в большом количестве экспедиций. Но и у нас такая возможность скоро, мы надеемся, появится. Это музей, который откроется в штаб-квартире Русского географического общества в Севастополе. Это третья штаб-квартира России будет в Константинской батарее. И вот там у нас готовится и планируется создание музея, который будет отражать историю географических исследований от времен Одиссея до настоящего времени. То, что проходило в Севастополе, ну и отдельные экспозиции у нас будут еще и по крупным личностям в географических исследованиях и открытиях. И вот я думаю, что когда у нас появится такая возможность, то для детей будут просто очень широкие возможности для изучения географии, для получения новых знаний. Елена Николаевна, расскажите, как взаимодействие происходит у вас с другими регионами? Какой-то есть обмен информацией, какими-то планами совместные какие-то решения приняты об экспедициях или еще чем-нибудь? Да, ну пока не очень широко у нас такая деятельность идет. Но опять все связано с тем, что у нас до сих пор нет такого устойчивого помещения, куда бы мы могли приглашать людей из других городов, областей. И когда приезжают, мы ищем площадку, либо это на территории Московского государственного университета, либо еще какие-то. И так мы широко не идем на контакт. Ну вот недавно у нас были представители из Башкирии, из Челябинска, которые на яхте приходили. Мы с ними встречались, проводили совместный круглый стол. Ну еще так время от времени с питерцами мы дружим, договорились о том, что когда мы будем создавать библиотеку, они с нами поделятся своей литературой. Даже составили предварительный список. С архивом Санкт-Петербургской штаб-квартиры тоже мы связались. Они с нами поделятся документами. Там центральная штаб-квартира, да? Да, центральная штаб-квартира, они поделятся с нами архивными документами Русского географического общества, но единственное, что это будет, естественно, копии. Сейчас основная работа будет направлена непосредственно на формирование и создание этого музея в ближайшее время или какие-то еще есть планы? Нет, вот самое первое, это просто грандиозная работа, потому что это вот просто можно произнести, и музей будет. Музей, он будет включать фактически 40-41 отдельный музей. Целый комплекс. Целый комплекс. Вот я сказала, что еще с самой древности, с античных времен, и далее мы подходим уже к Севастополю, образованию Севастополя. Вот первые географические исследования, которые были в Севастопольских бухтах проведены, и мероприятия с формированием здесь Черноморского флота и всего прочего. Затем Крымская война, это все на первом этаже, а второй этаж у нас уже начинается фактически создание русского географического общества, и дальше идут географические открытия, активно у нас здесь это все продолжалось, до 90-х годов. Елена Николаевна, к сожалению, время нашей передачи истекло. Огромное спасибо, что пришли. Желаю успеха вам и вашей организации в вашем увлекательном и непростом деле. Спасибо. Напомню, говорили о создании и о развитии Севастопольского филиала русского географического общества с его председателем Воскресенской Еленой Николаевной. Я же всего вам желаю всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин